итак еще раз добрый вечер все желательно с вами мы сегодня пьем амит чинзану который является спонсором нашего выпуска и разговариваем о софтах, сабдепи, ажлобах, ажлобсах и ажлобизне я хочу сказать что я начал говорить про Асканию Нуу и про Барону Хальцвейна это как раз очень интересный момент повторюсь еще раз для зрителей по вопросам сзади о том что уже достали честно говоря вот все эти ребята которые встречают Барону Хальцвейну на родине пупыльями, вареничками и так далее и тому подобное и потом у него проблемы с желудком и пищеварением я читал его книгу в Индии еще это называется по моему Аскания Нового вот это поместье, которое находится в Кусновской области довольно поцелен и я там неоднократно бывал единственным были в сурсусе, путешествия за школой и в взрослом возрасте я ездил специально с камерой снимал на аналоговой камере это было очень круто, классно там вообще шикарно, если организовать там вот такой отдых для иностранцев там вообще шикарно все дебабы, каменные, спаяники, идолы, скифские, половецкие очень красиво, вообще это уникальнейшее место ну потому что плохой пиар у этих дураки, я не знаю где бабла это было бы круче чем Египет, знаете, чем Каир, чем Мемфис где-то пирамиды ставят ну, видите, возле ныне там, потому что у совочков экс-совочков, которые ныне переобулись, переоделись там вышиванки и другие рубашки, другие силы, они постоянно пялили в них и от мозгов организовать бизнес, зарабатывать деньги ну, что ж может придется время, кто-то научится или научится также, как на этом красном музее, на красном музее, который мы устроили ну, где-то тоже есть, у нас есть красивое место вставлено здесь, о чем я говорю я просто не помню, сейчас название там я видел введение, что, да, вот, на спряжайте красиво, все хорошо но все красиво, все хорошо, фотки красивые ну, реально красная, красная вода, красное море за счет моря, за счет вот таких, там, планктона этого, за счет водорослей красных за счет, там, в общем, специальной химии, оно даже полезное, лечебное оно уникальное, в Европе за это большие бы бабки брали бы эти дураки не могут организовать бизнес и написали у нас просто гостиниц нехороших номера раздолбаны и растраханы советской парыщей проблема с экономодейшем ну, что делать ну, в общем, друзья мои, суть в том, что, вот, я не хочу далеко ходить и рассказывать вам какие-то небылицы вот, завтра, если вы пойдете, возьмете самолет приедете из Москвы, или из Питера, или из Киева придите куда-нибудь заступируем килоген от границы столиц ну, поймете и узнаете, и все происходит по наслышке понятно, по наслышке да вот так в общем, в общем и когда мне, да, присылают мои друзья, там, присылают мне какие-то видосы, каких-то там, эвентов каких-то перформансов, которые сейчас ставят, как бы, больше чаще, как являться, там, санкционер в области, там, Николай, в Одессе, там, что-то еще такие, вот, там, у нас это, это ну, как бы, понимаете, вот, в чем проблема это все крутит, все проходит все классно, что что-то, какая-то движуха начинается но я вижу, что, вот, для этой организации, она, вот, для этого дилетантского уровня что-то, вот, веет какой-то тоской веет какой-то, ну, каким-то некайком веет каким-то, знаете, искусственно надуманным, придуманным искусственно удовлетворенным, каким-то некакубированным я это чувствую сказать, клонированным искусственно выделанным действом просто, вот, слов не нахожу и все какой-то, вот, такой, немножко фальшивый ну, там, рок-концерт, знаете ну, и чувствую, что, как бы, этот рок-концерт создан под гидой из комсомольских работников там был, вот, какой-то там комсомольский работник один из двух широконавалторических в цегипах бывший комсор комсомольский работник бывший, вот, там, полик какой-то там, в общем, политор политор в советских временах а сегодня он публикует там что он там был в этой армии в АТО и так далее, и тому подобное и т.д. и т.п. я хочу сказать так, ребята вы были совками есть совки и будете совками и дети ваши будут совками ничего там хорошего не получится в Усраиме никогда пока еще раз подчеркиваю туда не придут люди которые власти которые учились в Сарбоне которые учились в европейских университетах которые учились там в Гарварде которые учились там в Ельском университете которые учились не знаю там в Оксфордском в Оксфордском в Оксфордском университете Господи вот понимаете уровень сразу о! вас сразу переклинило перечелку а человек, который закончил там какой-нибудь криворожский металлургический завод, завод, говорю, Криворусский металлургический какой-нибудь комбинат или техникум, политехникум, ну какой он может быть политик, ну какой он может быть стратег, ну что он разбирается, что он читал, последнюю книгу, которую он прочел. Он же не может отличить Оффенбаха от Фейербаха, он не может отличить Ричарда Баха от, не знаю, Юкио Митси, он не может отличить Бетховена от Шостаковича, Шнитке от, не знаю, Чайковского, Шиштофа Пиндерецкого от Амархаяма, вообще, с инденцией, ну вот, как вот так, а что может, что реально может, ну давайте, и культилируется броня в том, что вот это бедлячество под прикрытием казачества, под прикрытием там чего угодно, на него может быть длиться даже панк, панк-движение, просто в Украине это не комильфо, в Украине это модно, это казачество не было, а вот в Лондоне это казачество не было, значит, там панк, то есть вот эти все нищие сброды, да, нищие, нищие броды, они должны, как-то, депутат, депутат, опа, мы хипстеры, опа, у нас тут нет штанов подлиннее, мы подкатываем, типа мы хипстеры, без носков, носков нет, мы без носков носим шуты, свои цукли, типа мы хипстеры, ну и так далее, знаете, то есть нужно чем-то свою, говорится, голую жопу, бедность свою прикрыть, каким-то говно, ну в смысле, там, какой-то светлый идея, да, и раньше там кому-нибудь, о, ты пролетарик, большевик, у тебя все нормально, а ты, значит, живешься, это бьешь чингана, ты в одет в цилиндр, идет в красный пиджак или еще какие-то дорогие шмотки, снимаешь видео на дорогие камеры, и музыку там записываешь, и картины рисуешь, ты буржуатый, капиталист, ты ненажды не можешь, да, как наши правильники, вот как бы так, все эти рассуждают нас подать, присяжный заседатель, а чего? живет за границей, типа дать, чувак, все такое, надо же не как-то позавидовать, как-то, 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 как-то свою злость, ненависть и злик, ну, давайте, разговаривать, я бы такого бы, честно говоря, вот, я еще, ну, не единственное, просто вот, что, что я не могу понять, ну, что я не могу уехать, когда тетки, всякие, знаете, тетки там, где-то моей маминой, там, знакомой подруге, бывшая там сотрудница, еще и чего, и как, знающие меня, ну, так, очень лишь плохо, может быть, когда я был маленьким, вот, а они заходят ко мне на страницу, на фейсбук там где-то, и не устают давать мне опять-таки свои советы, что и как делать, ну, то я неправильно своих каких-то моделей снимаю, то еще что-то там, то вот это, я уже не помню, честно говоря, все, я просто диву даюсь, вам что, реально не хер делать, во-первых, вам не хрен делать, это первое, а второе, да это не ваше дело, какое ваше дело, как я снимаю своих моделей, или как снимаю свою девушку, какие фото я выставляю, какие видео, это не ваше дело, вы не являетесь критерием цензуры, вы, вообще, цензура запрещена, цензура не может быть, официально, погубите, посмотрите, цензура запрещена, а они, понимаете, со старым своим модельным, со старой садебовской школой, такие, вот, Сережа, ты что-то там неправильно, там я запел, или, ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Какое ваше дело, это раз, второе, они вам определять, что есть правильно, что неправильно, вот все ребята, вот тебя там депортируют, тебя там запроют, тебя там, да вы идиоты, вы просто садебовские, вы выдаёте себя тем, понимаете, что вы садебовские идёт, что у вас такая ментальность, что вас так приучили, что нельзя, нельзя выделяться, будь как все, будь как все, ты что, ты что на себя вот одновляешь, ты кто, ты кто тебя закроет, тебя сейчас депортируйте критикуешь итальянскую власть никто меня не депортирует более всего самое печальное советы давали очень продвинутые там и панки музыканты и пиротические либерасты когда я думал свободней их вообще никого нет по ментальности по мышлению то есть тогда когда мы работали вместе вместе видео музыку записывали снимали там даже видим но когда я был творческий процесс живут сегодня в его европейский государств и там и других там и гриб мальцев для меня до сих пор я вообще хренею без баян я охреневаю без баян насколько просто люди зашворенные люди зашворенные которые пили эсперанты сочиняли стихи и пили в рецепт штата черная я помню что я разбирался на тексте вместе мы разбирали дверь с тобой ты мне это рассказывал ты такой не ебаться мне не визбенный амархизм ты же не хочешь дать государству этой сперме грубо говоря не хочешь предложения рода ты делал ты делал маргиналов там салдафонов т.д. и т.п. но теперь ты изменил свою позицию с точки зрения еще тоже куча детей во вторых это хорошо это слава богу халилуйя халилуйя а с другой стороны это доводится мире потому что ты стал вязать жопу ты же литве или европейскому союзу важно какому государству ты же не тогда не указывал что конкретно государству там украина ты не хочешь дать дать свои спермы или как он выражался малафи мне интересно чурон чурон это такое немножко грубоватое все-таки слово на мой взгляд если я так помню язык языке асперанта и вот тут вдруг глеб перебывается в воздухе такой вот я не хочу ни в коем случае он подумает что я его сливаю оскорбляю как-то еще я хочу понять просто логику потому что он же к он же ко мне первый начал лезть с критикой глеб ты первый начал это сливать меня сунуться нам на мои фейсбуке на мои аккаунты и комментировать что я там делаю якобы не так кажется тебе правильно я же не лез к тебе потом конечно я в ответку начал его троллить ну и так то есть конфликта в принципе нет конфликта нет конфликт еще естественно его хамское отношение потому что он ни копейки не заплатил за мою вообще нашу работу в пичизму и тем ребятам которые были когда в группе Лекс Каленский и Дима Киреев покойный у меня ушел от нас давно уже конечно но тем не менее когда я предложил ему провести концерт память и Дима там было десятилетие или что-то еще например даже хоть альпрофессионный пригласит его же лекция пригласит его в Питер там где-то делать там у меня Глеб отказался вот оно находится на улице ну как так? на уважение в принципе да ладно так никак я не заплатил нам за работу пусть с ним там это реально копейки это реально блядь просто ну дело такого блядь у него невыжительное отношение к людям коллегам у него невыжительное отношение что-то я там царь и бог я такой блядь гуру а вы все блядь мои рабы нет чувак вы не рабы я не раб точно понимаешь и такого отношения ко мне дальше указывает мне что мне делать и что мне делать я вообще не потерплю поэтому я тебя нахуй брал из друзей блядь как ты собственно и хотел и все и забанился а потом ты опять несчастливый а потом ты опять веришь на мне претензии представляешь что я нахера тебя забанил то чувак не последовательный просто блядь ну это привод а как быть последовательным если человек просто такой отчим употребляет нелегального незаконного да бог с тобой делай что хочешь я ж тебе ничего не говорю я тебе ничего не шевчу да он мне пишет в комментах под видео что я бухаю в кадре и пропиваю якобы мамино наследство что блядь вообще ебанути берега по плиту где ты вообще видишь что я пропиваю мамино наследство ты что считаешь мои деньги или ты мне в карман лидишь или ты указываешь мне пытаешься сказать что мне делать или ты пытаешься мне рассказать как не жить под видео мне такие коменты строгать от кого от кого но тебя этого я не ожидал это меня очень сильно шокировало не то что меня там взбесило или у меня подгорает но просто ты идешь как базарная бабка хуже базарной бабки это даже вот не дно а ниже дна ты просто крутился блять если раньше я тебя уважал просто как творческую личность как свободного креативного чела то сейчас просто после вот таких вот блять заявлений и комментов я просто не знаю даже вообще на что реагировать ты реально крутился в какую-то блять сплетницу бабку старушку который сидит на скамейке блять ну взгарит семечки блять семечки семечки и подбородки у нее о о о о, смотри, смотри, смотри о, пошла, пошла, пошла смотри как выритилась короткая ебка о блять мы так в свое время не ходили в о, чувак, чувак смотри, смотри, смотри о вырился как щеколь о, нас тут так много publique знаешь, ты пришел в такую бабульку к сожалению и все к чему нашему вот жека прелесть привет спасибо за лайки июня снобов привет вот многие люди которые нашу прошлую тоже или горин продукт извини правда не времена все знаю всех всем видел слышал и т.д. и т.п. я люблю уважают подписчиков и мне подписчиков не важно это страсть естественно по-человечески я пытаюсь каждому даже когда я жил виницы бесплатно принимать катать на лодке там чтобы нам было бога там или что-то еще и экскурсию показывать ради бога пожалуйста приезжали приезжали скажет никто не может не не остаться нет я три дня конкретно с Игорем Гориным я сегодня я с Игорем Гориным мы три дня просто 24 часа на устопах я с ним был и Катя с ним организовал дешевые достаточно accommodation по венецианским меркам в центре Венеции и т.д. что вы мне можете предъявить или сказать что ты такой не такой собой рома мальчик рома все было и я плохо снял видео это было никакой ты мне может стать привычки охуево что это потом только одни родственники вот такой ой вы это причем практически с обеих сторон парень маленький погибли можно легче но все равно то нет тоже не такой такой надо для них да я особенно это не стараюсь на этих быть я не пытаюсь кому-то угодить я не пытаюсь в этом разница ты никому не под кого не подстраиваешься это свободный человек когда он просто такой какой есть он выражает свои мысли он делится друзьями и так как он хочет понимаете араб он всегда подстраивается под кого-то рап склепс череп и вот эта разница между личностью который делается что вот захотел я там пробью себе там ухо или нос или сделаю татуировку но я этого просто не хочу я никого не боюсь меня не хочу может быть сделаю себе пробью ухо в персоне может у меня было и захочу будет из-за отсутствия в золотую сережку или в нос это никого не должно дебать никого не должно касаться беру себя в задницу не только в шляпку это мое личное дело поймите что это свобода вы и вас вообще не должно кататься в этом гей или не гей востоков каким-то я удивляюсь чем людям которые живут счастливой своей жизни гейдера сексуальной жизни сейчас в семье сейчас его брать дети внуки растут хорошо подрастать вам такое дело до европы что там вообще делать в другой стране на другом континенте вы живете в своей рамке вы живете в своей беларашке молитесь своему богу грубо говоря сверху миром и вам поклоняется что понимаете чего вам делать какой-то не за Европу а нет они еще пойдут в Европу получат там какой-нибудь вид на жительство статус беженца гений будут им платить их благоплодельщиков геи будут платить им деньги чтобы поддержать свою жизнь а они будут обсирать что-то статус беженца гейдера сексуал и т.д. и т.п. а я один самый хороший иконей я приехал в лаптях поднимал под штаником оби-бас в турецко-китайском рынке и хуёво яйко а я завод с тряпки но потому что я иконей оби-бас я сам нарученный пациент каким-то пидорасу надо просто по почкам и дубинкам дать дубинкам дать и пушим их на почечку дать в свои жутомьях или в чмеринку и в чипоте это ферсон понимаете вот это жлобьё оно всегда неблагодарное Если вы говорите обо мне, что когда-то я там покупал или что-то, и я говорю по факту, я не говорю, что это хор, это не геи, я говорю, что да, потому что Италия не самая лучшая страна в европе. Там много коррупции, много там вещей, очень неадекватных вещей, там также много и плюсов, и они все равно художники и удерживаются в этих местах правил и традиции. Это все, вся Аравия, и если вы поедете в другую страну, если вы поедете в Саудовскую Аравию, то есть бабам, женщинам, россиянцами, россиянцами, я рекомендую в Саудовскую Аравию, им самое место там, им там делают обрезание клитора, им там сделают обрезание половых губ, и будете сидеть с собой все, и выделите каранжу или хиджат, или что-то еще. Будет вам счастье, будет вам счастье.